Здравствуйте, дорогие друзья! Христианская радиостанция «Голос надежды» начинает свою работу в эфире. Сейчас мы приглашаем к приёмникам наших самых маленьких радиослушателей. Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка». Любимые дела покажите, маме помочь, сын или дочь. Доброе дело, как солнце светит, если кому-то помочь. Это любовь Иисуса, чудесный небо-урок. Словом и делом всем помогать, как делает добрый наш Бог. Иисус на Голгофе страдая, умер за нас, умер Христос. Кровь свою Он проливая, знаю, вечную жизнь не принёс. Это любовь Иисуса, чудесный небо-урок. Словом и делом всем помогать, как делает добрый наш Бог. Любимые дела покажите, маме помочь, сын или дочь. Доброе дело, как солнце светит, если кому-то помочь. Это любовь Иисуса, чудесный небо-урок. Словом и делом всем помогать, как делает добрый наш Бог. Словом и делом всем помогать, как делает добрый наш Бог. Почему растёт трава, почему шуршит листва, Почему никак я не пойму. Кто дал крылья в стрекозе и пушистый хвост в лисе, Объясните, кто и почему. Почему так, вы мне расскажите. Почему никак я не пойму. Кто придумал это всё, Что летает и растёт, Что живёт, смеётся и поёт. Кто животных сотворил И мяукать научил Моего любимого кота. Сколько весят облака, Почему бежит река, Почему, откуда и куда. Почему так, вы мне расскажите. Почему никак я не пойму. Кто придумал это всё, Что летает и растёт, Что живёт, смеётся и поёт. А недавно я узнал, Что всё это Бог создал, Это всё творение Его. Маму, папу и меня, И слона, и муравья, И кота за тиру моего. Это Бог, создатель всей вселенной, Дал мне жизнь и возлюбил. Дал мне жизнь и возлюбил меня. Он придумал это всё, Что летает и растёт, И ему так благодарен я. Это Бог, создатель всей вселенной. Это Бог, создатель всей вселенной, Дал мне жизнь и возлюбил меня. Он придумал это всё, Что летает и растёт, И ему так благодарен я. И ему так благодарен я. И ему так благодарен я. СМЕЛОСТЬ ЦАРИЦИ СМЕЛОСТЬ ЦАРИЦИ Джейсон упрашивал. Мария умоляла. Стэйси, Выжидающе смотрела, Своими большими глазами. Пожилой профессор не мог Долго противостоять натиску, И вскоре отступил Перед детской настойчивостью. Да, Они могли послушать ещё одну кассету Перед тем, Как лечь спать. Что случилось с царицей Исфирь И её народом? Спасёт ли их Бог на этот раз? Не пройдёт и получаса, Как они узнают ответ. Рано утром, Когда на улице было ещё Совсем свежо, Ксеркс сидел на своём троне. «Кто во дворе?» Спросил он у смотрителя. «Аман здесь», Ответил слуга. «Хорошо, Впусти его». Визирь вошёл, Едва сдерживая своё ликование. Виселица была почти готова. Его слуги забивали в неё Сейчас последние гвозди. Сегодня вечером Он снова будет ужинать С царём и царицей И тем самым Подтвердит свою репутацию Царского любимца. «Жизнь воистину прекрасна!» Внезапно царь задал вопрос. «Что надобно сделать человеку, Которого царь хочет почтить?» Ну, конечно же, Аман догадывался, О ком идёт речь. Кому другому царь захочет Оказать почесть, Кроме меня, Думал он. Понимающе улыбнувшись, Он ответил, «Если царь Хочет почтить этого человека, То пусть он оденет его В лучшую царскую одежду И посадит на своего лучшего жеребца. Пусть он оденет Особую уздечку на голову коня В знак того, что его всадник Член царской семьи. И пусть один из первых князей царских Проведёт коня по улицам города, Выкрикивая, «Так царь поступает с человеком, Которого он хочет отличить почестью!» Аман уже мысленно представлял себя В царской одежде И сидящим на царском жеребце. «Это будет великолепно!» Думал он про себя. «Наконец-то я получу должные почести!» Царю понравилась идея Амана. «Прекрасно!» Воскликнул он. «А теперь ступай И сделай всё, как ты сказал, С евреем по имени Мардахей!» «И смотри! Ничего не упусти!» Аман был так потрясён услышанным, Что едва устоял на ногах. «Он не вынесет такого позора!» «Лучше умереть, Лишь бы не делать всего этого Своему заклятому врагу!» Но приказ царя Есть приказ царя! Вскоре необычная процессия Прошла по улицам Суз. Одетый в царскую одежду Мардахей Восседал на лучшем жеребце Самого Ксеркса. Особой красоты уздечка Говорила всем, Что царь приравнял наездника К членам своей семьи. А вёл коня за узду Никто иной, как Аман, С покрасневшим от смущения И досады лицом. Время от времени Он вынужден был выкрикивать «Так царь поступает с человеком, Которого он хочет отличить почестью!» Утешала его лишь мысль О предстоящем пире С царём и царицей. «Весь этот позор кончится И забудется», Убеждал он сам себя, Сгорая от стыда. Наконец, Процессия обошла весь город, И, облегчённо вздохнув, Аман поспешил домой. Окружённый семьёй и друзьями, Он поделился подробностями Своего позора. «Да, плохие новости», Согласились они. «Царь удостоил почестью Того самого человека, Которого ты хотел убить!» «Будь осторожен! Может случиться худшее!» Наконец, Аман покинул дом, И в сопровождении дворцового эскорта Отправился на пир. Он старался забыть Причинённую ему обиду. Почему он должен позволить Одному происшествию Испортить его настроение?» Но как не старался Аман? Чувство обречённости Не покидало его. К Серксу и в голову Не могла прийти мысль, Что его ночная бессонница Была делом рук Бога, Хотевшего напомнить ему О благодеянии Мардахея. И сейчас он также Не подозревал о том, Что этот же самый Бог Внимательно наблюдает за ним, За Аманом, За девушкой-сиротой, Которая стала царицей, И за всем своим народом. На пире Испирь казалась царю Гораздо уверенней, Чем вчера. К Серкс перебирал догадки, Ломая голову над тем, Чего же хочет от него Испирь. Наконец его терпение лопнуло. Поднимая свой кубок с вином, Он громко спросил, Царица Испирь, Чего пожелаешь? Да полцарства я отдам тебе. И сейчас, До конца осознав важность Своих последующих слов, Испирь поставила свою чашу на стол, И пристально посмотрела царю в лицо. Ее сердце учащенно билось, Но речь была уверенной И спокойной. Царь, Если я нашла благоволение В твоих очах, И если угодно тебе Сохранить мне жизнь. Изумленный Ксеркс не верил своим ушам. Сохранить ей жизнь? Недоумевал он. Интересно, кто осмелится Покушаться на ее жизнь? Царь не успел еще осмыслить Первую часть ее фразы, Как Испирь произнесла вторую. И сохранить жизнь моему народу. Ее народу? Какому еще народу? Царь совсем запутался. Он никогда не интересовался, Из какого она народа? Мой народ предан на истребление И убиение, Продолжала Испирь. Если бы мы были проданы в рабство, Я молчала бы И не огорчила царя своей просьбой. Но дело касается жизни Моих соплеменников. Ксеркс не успевал понять Значение ее слов. Кем был ее народ? Кто их продал? Его красивая царица рабыня? О чем она говорит? Наконец, Дар речи вернулся к царю, И он потребовал объяснений. Кто сделал такое зло? Кто продал тебя и твой народ? Она резко поднялась. Ее венец вспыхнул, Отразив свет горящих ламп. Но куда более ослепительным В эту минуту был ее взгляд. Взгляд победителя. Она подняла палец И указала царю Наомана. Это дело его рук. «Обидчик Аман!» Сурово произнесла она. Ксеркс вскочил, как хищный зверь, Перевернув кубок с вином И бросился из зала в сад, Чтобы глотнуть свежего воздуха. Наконец-то все стало на свои места. Его царица была еврейкой. Хитрец Аман своими коварными речами Уговорил его уничтожить ее народ. Как только царь представил Бледное личико Есфири И самодовольное лицо Амана, Ему сразу же захотелось Разорвать его на части. В банкетном зале Есфирь, не справляясь с эмоциями, Бессильно упала на кушетку. Взгляд Амана был диким И выражал всю его безысходность. Он видел лицо царя, Жесткое и холодное, И не решался следовать за ним в сад. В отчаянии он бросился к Есфири, Пытаясь умолить ее о пощаде. В этот момент Ксеркс вернулся. Увидев Амана возле царицы, Он разозлился еще сильнее и крикнул, «Ты и царицу хочешь обесчистить в моем доме?» И как только он произнес эти слова, Все присутствующие Есфирь, Слуги и сам Аман поняли, Что визирю не жить. Его участь была решена. В этот момент Харбона, Один из царских слуг, Сказал царю. Аман построил высоченную виселицу Во внутреннем дворе своего дома. Она видна со всех концов города. Она строилась для Мардахея, Который на самом деле доказал свою верность царю. В голове Ксеркса сразу же созрело решение. «Повесьте на ней Амана», – приказал он. Приказ царя был незамедлительно выполнен. Но смерть Амана не решала всех проблем царя. Все знали о неизменности законов медян и персов. И от имени царя уже вышел закон, Повелевающий умертвить всех евреев В тринадцатый день месяца Адар. Но никто не запрещал ему написать другой закон, Что Ксеркс и сделал. Новый закон гласил, Что царь разрешает евреям, Разбросанным по разным местам, Объединиться и встать на свою защиту. Когда люди узнали об этом законе, То ни у кого из них не появилось желание Напасть на народ Божий. Вместо плача и смерти В тринадцатый день месяца Адара У евреев был настоящий праздник жизни. Царь отдал Есфире имение Амана. А она молча благодарила Бога За спасение его народа. Царь пожаловал Мардахею Должность первого министра. Ту самую, что занимал Аман. Мардахей вышел от царя В необыкновенной по цвету царской одежде, В дорогой льняной мантии И в большом золотом венце. Везде, где он был, Евреи благодарили Бога за жизнь И за смелую царицу Есфирь. И Мардахей наконец-то узнал, После всех этих долгих лет, Почему Бог позволил его маленькой звезде, Девочке-сироте Есфире, Стать царицей языческого народа. Она спасла свой народ. И сотни людей, Которые никогда раньше не принимали Всерьез еврейского Бога, Теперь убедились в его могуществе. Джейсон вскочил на ноги, Когда рассказ закончился. Молочина, Есфирь! Какой смелая она была! Мария кивнула головой. Представь, как страшно ей было при мысли, Что от ее слов и действий Зависит жизнь целого народа. У Есфири было нечто большее, чем смелость. У нее была вера в Бога. С его помощью любой человек, Любой мальчик или девочка Могут постоять за то, Во что они верят и считают правдой. Спасибо за то, Что позволил нам дослушать конец истории. Не зная, как она закончится, Я бы не заснула. Профессор Эпплби неохотно встал И потянулся за своей тростью, Украшенной красивой резьбой. Рад, что история вам понравилась. С улыбкой сказал он. Теперь вы, ребята, Должны исполнить свою часть договора. Всем спать! Дети кивнули головой И направились туда, Где заведомо решили спать. Вместо того, Чтобы разойтись по пустым спальням Старого дома, Они заявили, Что будут спать на первом этаже. Мария завернется в теплое одеяло у камина. Стесси займет диван, А Джейсон приютится под стулом В уютной кухне. Поближе к еде. Стол похож на палатку в лесу, Но здесь намного теплее. Старик удосоверился в том, Что каждому ребенку будет уютно И тепло спать. И отправился, Шаркой ногами по коридору, К своей спальне. Остановившись возле окна, Он посмотрел на украшавшую Снежным одеялом природу. Большие снежинки продолжали тихо падать. И благодаря падающему из окна свету, Он мог хорошо разглядеть их. «Завтра мы будем кататься на санках», Подумал профессор и улыбнулся. С этой мыслью он вошел в свою спальню, Осторожно закрыл дверь И предался воспоминаниям О снежных горных вершинах И заразительном смехе его старых друзей, Которых он давно уже не видел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, приглашаем ваших детей и внуков стать нашими учениками и прикоснуться к великим истинам Библии. Условия обучения подробно описаны в первом уроке. Ребята будут заниматься по мере своих возможностей, их никто не будет торопить. По окончании обучения вместе с дипломом наши юные выпускники получат прекрасно оформленную детскую Библию. Итак, ждем ваших детей и внуков в нашей заочной библейской школе «Небесный лучик». Чтобы приступить к занятиям, достаточно прислать заявку по адресу 127 473 Москва, Абоневский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос Надежды». Посетите также и наш сайт в интернете. Его адрес www.golosnadежды.ru Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!